МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду, 4 июля. В студии работает Андрей Тен, и так, коротко о главных событиях. В Караганде полным ходом идет строительство объездной автодороги. С ходом работы знакомился Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов. В Доме дружбы состоялась 21-я областная сессия Ассамблеи народа Казахстана. На заседании говорилось о пяти социальных инициативах и их воздействии на жителей Карагандинской области. Рожденные вместе с Астаной, ровесников столицы, 20-летних жителей Октябрьского района Караганды, поздравили с юбилеем. И теперь подробнее об этих и других событиях. В Караганде полным ходом идет строительство объездной автодороги. Ее протяженность 48 километров, стоимость 35 миллиардов тенге. Проект включает пять дорожных развязок. С ходом работы знакомился Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов. Новая автомобильная дорога возводится в рамках масштабного республиканского проекта «Центр-Юг». Две современные магистрали будут огибать Караганду. Это позволит транзитному транспорту миновать областной центр, не заезжая в город. В октябре прошлого года подрядные фирмы приступили к работам. Мобилизовано более 700 человек. Из них 400 – это местное население. В настоящее время полным ходом идут земляные работы. На данном объекте должны мы завести грунта на дорогу, на тело насыпи порядка 4 миллионов тонн. На сегодня порядка 6-10% земляных работы выполнены, продолжаются. И работу ведутся порядка 66 труб водопропусков предусмотрено. Про развязок я сказал, проезды для сельхозтехники предусмотрены 6 штук. И плюс к этому для прогона скота, потому что населенный пункт скот держат, тоже эти работы предусмотрены. На встрече с подрядчиками было отмечено, что качество работ ежедневно контролируют представители компании-заказчика. Все используемые материалы проходят лабораторную экспертизу. Глава области Ирлан Кошанов особо подчеркнул, что реализация данного проекта имеет большое значение для Караганды. И потому срывы графика недопустимы. Подрядчики справляют, все нагоняют. То, что по графику мобилизовать должно было быть техникам, мы уже и на прошлой неделе, и перед этим за 10 дней. Почему я при этом? У меня есть информация, что есть серьезные отставания. Нет такого нет. По графику, который отсужден с прошлого года, нам отставаний нет. Традиционно при строительстве автомобильных дорог непосредственно возле объектов возводятся заводы по производству строительных материалов. Щебня, бетона. Этот завод по производству асфальта германского производства. По словам руководителя проекта Бахатчана Жумашева, предприятие выпускает высококачественное дорожное покрытие. А для производства асфальта используется казахстанское сырье. Сейчас ведутся земельные работы. По их завершению мы будем укладывать асфальт. Он состоит из нескольких слоев. Верхний слой будет изготовлен из самого качественного асфальта, который сегодня применяется во всех странах. Работы ведутся в две смены не только днем, но и ночью. Руководители проекта заявляют, что все идет по графику. Главе региона доложили, что подрядчики планируют открыть движение по двум полосам на участке от сортировки до птицефабрики Курма уже к концу октября этого года. Полностью дорогу должны сдать в эксплуатацию в ноябре следующего года. В ноябре следующего года данный обход мы сдадим в эксплуатацию. Тем самым транзитный поток движения пойдет по северо-восточному обходу города Караганды. Стоимость строительства северного обхода составила более 12 миллиардов тенге. Восточного – 35 миллиардов тенге. Северный обход Караганды в рамках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» будет пролегать через сортировку. Восточный обход начнется от Каркаролинской развязки, пройдет через специальную экономическую зону Сарарка, поселок Уштобе и примкнет к Алматинской трассе. Мирамгульс Алкимбаева, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Доме дружбы состоялась 21-я областная сессия Ассамблеи народа Казахстана. На заседании говорилось о пяти социальных инициативах и их воздействии на граждан. Мероприятие прошло с участием Акима области Ерлана Кушанова и заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонида Прокопенко. 21-я областная сессия Ассамблеи народа Казахстана была посвящена обсуждению деятельности органа, направленной на осуществление пяти социальных инициатив главы государства. Как известно, Ассамблея народа Казахстана играет не последнюю роль в реализации политики президента, которая преследует важную цель – сохранение единства всех казахстанцев. Глава региона Ерлан Кушанов в очередной раз отметил то, насколько благоприятно скажется реализация пяти инициатив Ельбаса на жителях нашего региона. Более подробно Аким области остановился на вопросе доступности жилья. Пять инициатив направлены на улучшение благосостояния народа, повышение качества жизни, укрепление человеческого капитала. И прежде всего они отвечают интересам простых граждан. Программа 7-20-25 сделает жилье более доступным в первую очередь для молодых семей. В области 36 тысяч человек стоят в очереди на жилье. И при этом только по базе Жилстройсбербанка 5,5 тысяч вкладчиков уже имеют достаточное накопление для участия в этой программе. По чудным гостям 21-й областной сессии стал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи Леонид Прокопенко. В первую очередь столичный гость выразил карагандинцам благодарность за их подарок к 20-летию Астаны. И мне приятно, что мои земляки завершили эту работу. И теперь в Астане высится самый большой и выразительный монумент, посвященный благодарности всех наших этносов казахскому народу. Это олицетворение идеи Дня Благодарности нашего президента, олицетворение идеи Ассамблеи. Это яркий вклад в 20-летие нашей родины, нашей столицы Астаны. Делегация Карагандинской области во главе с Ерланом Кошановым проделала путь в Астану, чтобы презентовать Нурсултану Назарбаеву, аллею Олотау и величественный монумент Казах-Елене Мангалгас. Глава государства осмотрел новую аллею, побеседовал с представителями этнокультурных объединений. Члены областной Ассамблеи народа Казахстана отметили, что до сих пор находятся под впечатлением от поездки в столицу и встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Вы знаете, мы на большом эмоциональном подъеме приехали с Астаны со встречи с президентом страны. И, конечно, на сегодняшней сессии, которая проходит в преддверии юбилея нашей столицы, мы хотим при встрече с нашими единомышленниками, членами Ассамблеи народа Казахстана, передать все те эмоции, которые испытали мы. Хочется поделиться вот этой частицей тепла, восторга. Члены Ассамблеи народа Казахстана подчеркнули, что, несмотря на перемены в стране, задачи Ассамблеи всегда остаются прежними. Задачи наши первоочередные – это сохранение мира, согласия и нормальных взаимоотношений между нашими этнокультурными объединениями, между народами, которых свыше 140. В ходе заседания гости стали свидетелями многих интересных выступлений. К таким можно отнести выступление Сейдамета Сулейманова. Его проект был представлен как актуальный молодежный стартап. Предприниматель отметил, что государство оказало значительную поддержку реализации его инновационного проекта. Как раз с 2016 года я озвучил, что он вступил в активную стадию коммерциализации. Это получилось благодаря финансированию со стороны правительства и Всемирного банка. То есть мы получили грант на закупку оборудования. У нас сейчас своя производственная линия. То есть мы всю электронику делаем здесь, в Араганде. Этот проект полностью соответствует программам «Умный город», цифровизация. То есть он позволяет комплексно подходить к вопросу решения вопросов энергосбережения и контроля. Поскольку даже в какой-то степени контроль является более важным, чем энергосбережение. Также в ходе 21-й сессии в Доме дружбы проходила выставка картин «Шаббат». Здесь члены Ассамблеи народа Казахстана и приглашенные гости могли оценить работы различных авторов, написанных на патриотическую тематику. В Доме дружбы несколько раз в неделю проводится мастер-класс для детей, представляющих этнокультурные объединения. Здесь подрастающему поколению прививают любовь к отчизне через живопись, давая каждому свободу творчества и самовыражения. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Более трехсот фактов незаконной реализации алкогольной продукции выявили полицейские области за шесть месяцев года. Причем более двухсот фактов за реализацию спиртных напитков лицам в возрасте до 21 года. Более ста фактов за реализацию в ночное время. Более чем по шестидесяти материалам судами вынесено решение о приостановлении действия лицензии на соответствующий вид деятельности. Такую информацию распространила пресс-служба областного департамента внутренних дел. Следует отметить, что санкции статьи двухсотой за нарушение требований по реализации алкогольной продукции штраф предусматривает 180 месячных расчетных показателей. Это порядка 440 тысяч тенге. Хочу напомнить, что нарушения требований законодательства по реализации алкогольной продукции не только ведут к штрафным санкциям лишения либо приостановлению лицензии, но и способствуют пьяной бытовой преступности. Анализ преступлений показывает, что порядка 70% тяжких, особо тяжких преступлений, к примеру, убийств, происходит после совместного распития алкогольных напитков. Рожденные вместе с Астаной, ровесников столицы, 20-летних жителей Октябрьского района Караганды, поздравили с юбилеем. Аким района провел специальный прием, в котором также приняли участие депутаты и ветераны. Балхеева Диана – выпускница медицинского колледжа. Девушка родилась и выросла в Таразе. В шахтерскую столицу Диану привела мечта о поступлении в медицинский университет. От своих сверстников девушку отличают немногое. Она также, как и остальные, любит проводить время с друзьями, желая добиться успеха и внести свою лепту в развитие Казахстана. Однако одна особенность у Дианы все же есть. 6 июля будущая студентка отпразднует свой 20-й день рождения. По этой причине ровесницу Астаны пригласили в Акимат Октябрьского района. Я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, хочу сказать огромное спасибо и пожелать Астане только процветания. Растет Астана, растем и мы. На встречу, приуроченную к празднованию юбилея Астаны, пригласили ветеранов труда. В их числе Зикен Абишев, автор песни «Астана Ельбаса Перзенте», что в переводе означает «Астана – детище президента». Аксакал поздравил молодое поколение с наступающим праздником и выразил им свои искренние пожелания. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить ровесников столицы. Я желаю этим ребятам светлого будущего, крепкого здоровья и удачи на молодом пути. Пусть они будут достойными представителями молодого поколения. Встреча прошла в дружественной обстановке. Каждый из приглашенных гостей рассказал о себе, своих интересах и целях. Депутаты городского Маслихата, в свою очередь, вручили ровесникам столицы денежные призы. В завершении участники сделали фото на память. В канун дня рождения столицы для детей с особыми потребностями и детей из малообеспеченных семей организовали праздничную программу. Организаторами мероприятия выступили отделение социальной помощи на дому Октябрьского района и филиал библиотечной централизованной системы. Детям поведали о том, как строилась Астана, презентовали книги о столице, а также показали выступления кукольного театра. Двадцатилетие Астаны – это общий праздник для всех казахстанцев, а потому отмечать его должны в каждом уголке страны представители всех слоев населения. Так, для детей из малообеспеченных семей, а также детей с повышенными потребностями и воспитанников детского сада «Одарешка», сотрудники филиала номер 16 библиотечной централизованной системы города Караганды устроили красочный праздник, посвященный дню рождения красавицы столицы. Это мероприятие сегодня должно рассказать о том, как наша столица развивалась в течение 25 лет и как она выросла и преобразилась за это время. Ведь столица Астаны – это мечта нашего президента, и его мечта осуществилась. И мы должны сегодня об этом рассказать нашим гостям. Организаторы понимают, насколько важно прививать подрастающему поколению любовь к своей стране, ее истории и культуре. Символом независимого Казахстана по праву считается молодая столица Астана. Следовательно, дети должны расти, изучая становление нашей столицы. Маленькие гости признали, что узнали много новых и интересных фактов об Астане. Многие из них уже бывали в столице и не прочь оказаться в ней снова. Я хочу в Астану. Там красиво. Это красивый город, конечно. В ходе праздничной программы для гостей была организована мультимедийная презентация, книжная выставка, а также представление кукольного театра «Светлячок». Каждый из участников мероприятия получил массу положительных эмоций и праздничный настрой в канун 6 июля, 20-го дня рождения Астаны. Тохжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» уволил своего главного тренера. Как сообщается на официальном сайте, клуб и 47-летний белорусский специалист Владимир Журавель расторгли турновое соглашение по обоюдному согласию сторон. 3 июля на официальном сайте футбольного клуба «Шахтер» появилось сообщение о том, что клуб и главный тренер Владимир Журавель расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. В сообщении даже сказано о том, что клуб выразил благодарность белорусскому специалисту за работу. Однако понятно, что в разгар сезона просто так главного тренера менять не станут. Статистика говорит сама за себя. После 16 туров команда занимает 10-е место в казахстанской премьер-лиге, набрав 16 очков. При этом от зоны вылета клуб отделяет всего один балл. Под руководством Журавеля карагандинцы одержали 4 победы, 4-жды сыграли в ничью и потерпели 8 поражений. 27 июня «Шахтер» проиграл ответный полуфинальный матч Кубка Казахстана от РАУ и покинул турнир. А 1 июля в 16-м туре КПЛ горняки на выезде проиграли Актубе 2-0. Стоит отметить, что Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов не раз встречался с руководством и членами футбольного клуба «Шахтер». И каждый раз речь шла о достижении результатов, за которые не было бы стыдно перед болельщиками. Напомним, что двухкратный чемпион Казахстана, обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана, первый в истории казахстанский клуб, попавший в групповой этап Еврокубков. Вот уже 6 лет «Шахтер» не поднимался на пьедестал казахстанского чемпионата. Андрей Танандрий Тимофеев, 1-й карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин